7 километров пешком, невзирая на погоду, с дачными тележками, удочками и продуктовыми сумками. В таком режиме уже 4 месяца до своих домов вынуждены добираться жители садоводства при Ангаре, что на берегу реки Ангара в районе станции Лодочная. Администрация округа и муниципальное предприятие «Ангарский трамвай» в ноябре 2015 года приняли решение об оптимизации расходов и отменили движение вагонов маршрута номер 10 от города до садоводства. Теперь о былой цивилизации напоминают только заброшенные остановки до опоры электропередач. Они ставили в трамвай счетчики, 40 человек сюда утром и 40 обратно ездят. Но это не ну да. Я рядом работаю, трамвай полный утром шли. Среди собравшихся местные жители, рыбаки и работники, расположенных неподалеку предприятий. Встречу с журналистами люди организовали в надежде привлечь хоть какое-то внимание к своей проблеме. При Ангаре не единственное садоводство в этом районе. Но только здесь больше половины участков, а их 160 приватизированы, и их собственники имеют прописку и проживают тут постоянно. Утром, я насколько знаю, утром всегда трамваи полные были, вечером всегда полные. Пустили бы утром в обед и вечером по два раза. Хватило бы. До этого, девушка, был кризис. Трамвай пускали четыре раза в день. Нам этого хватало. Люди пристраивались. То есть они приезжали, ехали утром на работу, два трамвая шло, и два вечером. И людей устраивало. Здесь администрация, в том числе Петров давала объяснение, что нам легче убрать трамвай, и это окупится, и каждому, кто пользуется, кто здесь живет постоянно, возить на такси. На такси стоит 220 рублей поездка от нас до площадь, ну до Чайковского. Вот представьте. Помощи садоводы искали и у руководства нефтехимического комбината. Служебный автобус «Роснефть» высаживает работников прямо напротив бывшей трамвайной остановки. Однако перевозить дачников там отказались. К решению транспортной проблемы подключились общественники из организации «Благо». Юристы говорят, ответственность муниципальной власти перед жителями прописана в законе 131 о местном самоуправлении и пообещали, что проследят за его соблюдением. Также обратили внимание на то, что они сами самостоятельно пытались решить эту проблему, обращались непосредственно в администрацию, непосредственно в транспортную службу. Но видят, что безрезультативно идут отсылочные письма, что разобраться на местах. Отсылают, конечно, транспортную службу, но данные почему-то письма остаются без ответа и удовлетворения. Мы постараемся, конечно, разобраться в этой сложившейся ситуации. В администрации АГО председателю предложили выход, правда временный. С помощью транспортного отдела составить договор на обслуживание садоводства пригородными автобусами. Вот только курсируют они с 30 апреля по 30 сентября. Как быть в остальное время года, ответ пока никто не дал. Автобусники – это частные предприятия все. Они могут ходить, могут отказываться, и каждый раз борьба идет там. Вот если так же сделают, трамвай отменят, то и получится так же, как на центре поселки. А там столько народу было. Возмущенные садоводы на одном собрании не остановятся. Они собираются писать письмо в областное правительство и требовать восстановления справедливости. А тем временем прописанных в садоводстве становится только больше. Приватизацию продлили еще на год. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.